Сохранение древних исторических экспонатов – это важное искусство. Одним из профессиональных реставраторов, занимающихся этим делом, является Ольга Рубинчик. Она внесла свой вклад в переиздание многих произведений. Благодаря реставраторам восстанавливаются исторические, культурные и художественные памятники, поврежденные вредными условиями, а также войнами и стихийными бедствиями. Ольга Рубинчик – один из профессиональных мастеров, проработавших в этой сфере более 30 лет. Восстановительные работы требуют большой ответственности, терпения и профессионализма. Одной из картин, от которой работает реставратор в этом году, является произведение известного казахстанского художника Бахтияра Табиева. К нам поступило два портрета этюдного характера этого великолепного художника. Дело в том, что в мастерской Табиевых, а это целая династия художников, произошла авария. И картины были залиты водой, и часть произведений пострадала. В данной ситуации в мою задачу входило не только аннулировать аварийное состояние произведения, но и вернуть ему экспозиционный вид, но и снять прилипшие фрагменты красочного слоя, скажем, портрета мальчика, с оборотной стороны портрета мужчины и смонтировать их на свои участки композиции. До реставрации, в процессе реставрации, после реставрации. Ольга Рубинчик – художник-реставратор станковой масляной живописи областного музея изобразительных искусств имени семьи Невзоровых в области Абай. Она окончила Бийский государственный педагогический университет имени Шукшина, где обучалась на художественно-графическом факультете. Ольга начала обучение реставрационному делу в Государственном музее искусств имени Абалхана Костеева. Затем продолжила его в ведущих реставрационных учреждениях Москвы, Санкт-Петербурга и Омска. Несмотря на то, что она является квалифицированным специалистом, в настоящее время она повышает свое профессиональное мастерство, посещая различные курсы. Реставрационная художественная работа – это не только микроскоп, скальпель и кисточка. Нередко на начальном этапе это тяжелые мраморные плиты, тяжелые рабочие подрамники, иногда очень загрязненные оборотные стороны картины. Бывает, приходится обеззараживать от плесени. А самое сложное, конечно, в реставрационно-художественной работе – это та моральная ответственность, как юридическая, так и этическая, перед автором, перед реставрационным советом, доверившим мне эту работу. Помимо реставрации картин, Ольга Рубинчик занимается научно-исследовательской работой в области атрибуции произведений станковой живописи. За многолетнюю плодотворную работу по развитию музейного дела она была награждена нагрудным знаком отличной культуры. Благодаря ее труду исторические вещи не разрушаются, а хранятся в фондах музея.